История, которая поражает своей жестокостью, жители одного из тюменских дворов на газоне обнаружили трупы котят. В расправе над животными подозревают человека. Ветеринары говорят, что в последнее время в клинике поступает множество искалеченных четвероногих. Какое наказание может грозить живодерам и так ли легко найти преступника, узнала Мария Ремезова. Душераздирающую картину увидели накануне жители одного из дворов по улице Червишевский тракт. Трое котят были жестоко убиты. Очевидцы пришли в ужас, когда обнаружили жуткую находку. Явно было, что это не собака их погрызла, потому что лежали они рядом, что это дело рук человека. Я подумала, что может быть отравили, но потом дворник сказал, что у них аж кишки были наружу, значит их видимо или ногами топтали, давили, что-то еще с ними делали страшное. Такое отношение к животным, такое отношение, как говорится, к беззащитным, да, то есть от нашей человеческой жестокости, это просто вопиюще. Жители сразу же обратились в полицию. Полицию вызывала я, в 10.38 поступил вызов на 112. Передали в отделение 7-го ГОМа, но, к сожалению, у нас не отреагировали сотрудники, не приехали. Двоих чудом уцелевших котят Ольга Коршикова забрала домой. Истощенные малыши первое время от стресса не ели и не пили. Подхрамывает и по усикам видно, что или их обстригали, или подпаливали. День спустя в соседнем дворе погибает еще один котенок. На этот раз его выкинули из окна. Также были выброшены вещи, которые повредили припаркованный автомобиль. В настоящее время сотрудниками полиции установлен мужчина 1983 года рождения, который, по предварительным данным, накануне выкинул кота с 10-го этажа. Многоэтажки расположены по улице Червический тракт. А также повредил припаркованные рядом с домом автомобили. После установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правая оценка случившемуся. Ветеринары бьют тревогу. За последнее время в клинике поступает множество искалеченных животных. Врачи, в свою очередь, уверяют, психически здоровый человек на такое не способен. Агрессия может быть симптомом большого спектра психических расстройств, поэтому нужно изучать остальные жалобы и анамнезы. Жестокое обращение с животными – это уголовное преступление, предусмотренное 245-й статьей. И за это можно лишиться свободы. По указанной статье санкция предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные и обязательные работы, ограничение свободы до одного года, а также реальное лишение свободы на срок до трех лет. В этих подвалах уже много лет живут кошки, и местные жители их подкармливают. Говорят, что пострадавшие котята были очень истощены, и до этого их здесь ни разу не видели. Откуда они здесь взялись, остается загадкой. Как и то, найдут ли их убийцу. Мария Ремезова, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей.